В районном центре культуры и досуга 21 декабря состоялась премьера спектакля по пьесе Людмилы Фрейдлин в постановке театра «Твит» «Кошмар, Фиолетовый» или «Палата номер 7». Это проникновенная история о женских судьбах. У каждой героини своя судьба, своя печаль, свои надежды. Пьеса заставляет задуматься о жизни, о внимании к близким людям. Действие пьес разворачивается в провинциальной больнице. В одной из палат, где находится на лечении женщины, происходят удивительные и даже мистические встречи. Так, к одной из героинь, актрисе, стареющей и оставшейся одинокой на склоне лет, в видении является умерший муж. Надеюсь, ты в район. После 30 лет совместной жизни с тобой, думаю, я это заслужил. Я знаю, я была плохой женой, плохой матерью. Я Митьку с 5 лет стал в театр водить, потому что он не забыл, как ты выглядишь. Другую героиню повествования терзают мысли о брошенном когда-то в молодости сыне. Где же ты обретаешься, сыночек? В Чехии. Где? Когда бабушка умерла, дочка ее подруги, тетя Несиф, опять она давно взяла. Это гайка, что ли? Ой, да она ж такая была. От чертей остаток. Много ты понимаешь. Она меня любит, как родного. У других персонажей пьесы, корреспондента местной газеты, молоденькая Наталья, проблема на работе. А у хуторянки Антонина Даниловна семья, дети и немного выпивающий муж. Зрители, пришедшие на спектакль вместе с актерами, проживали жизни героев пьесы. Сегодняшняя премьера немножко она отличается от всех предыдущих спектаклей комедии «Положение». Это рождественская история, проникновенная, проницательная, с элементами душевной такой тревоги. Заставляет задуматься о отношении друг к другу, о что нужно беречь при жизни друг друга, а не потом, когда теряешь человека. События в пьесе происходят в преддверии Нового года и Рождества. А в эти дни люди ждут чудес. С героями спектакля они и происходят. АПЛОДИСМЕНТЫ Никого не вернусь, я смотрю из окна, за большие деревья садится в лав. Я такое приятное ощущение после спектакля осталось. Такое вообще прям непередаваемое. Как-то после этого спектакля хочется задуматься, что-то для себя вынести. Очень понравилось, правда. Все актеры, я бы сказала, играют профессионально, невзирая на то, что я так понимаю, что это любительский коллектив. Вот. Руководитель просто молодец. В первых числах января видновчане вновь смогут увидеть спектакль «Кошмар фиолетовой» или «Палата номер 7», который для горожан к новогодним праздникам подготовил театр «Твит». Людмила Медведева и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.